Ранним утром жители 27-го дома по улице 40 лет Октября пробудились вовсе не от звонка будильника, а из-за сильного шума за окном. Выйдя на улицу, людей ждала жуткая картина. Тополь длиною в несколько метров рухнул на дорогу с рядом стоящими машинами. Машина здесь стояла одна. Утро полвосьмого успели кто на работу уехать. Еще одна машина стояла. Никто ничего никак не пострелал. Оно сухое, там труха, потому что это очень много лет назад убирали кору, чтобы его убрали тополь. И вот до сих пор никто ничего не убрал. Ствол дерева больше напоминает труху. Именно поэтому не смог устоять. Очевидцы говорят, этого стоило ожидать. Тополя и сосны в их дворе уже несколько лет находятся в аварийном состоянии. Да только вот дела до них никому нет. В ЖКО обращались и говорили, что убирайте, что оно гнилое. Видно было, что оно гнилое снизу дерево. Они уберем, уберем. В прошлом году обращались несколько раз к ним. Звонили. Якобы зафиксировали вашу заявку. И до сих пор пока дождались, что оно упало. Стоят деревья у нас между домами тоже. Так же по половинке, как и эта обрезанная. Они приехали несколько лет назад, обрезали их и все. Больше ничего не делали. Долгое время люди просили управляющую компанию убрать с территории все опасные деревья. Но жилищники утверждают, обращений не было. Да и не их это вовсе забота. Просто так тополь спилить мы не имеем права. То есть мы тоже, получается, сообщаем в организацию по муниципальному, по благоустройству и по уборке. Вот они после этого только приезжают. По нашей заявке. Просто по желанию жителей мы не имеем права их пилить. Тем временем в местной мэрии о случившемся знают. Необходимые работы для уборки упавшего дерева уже проводят. Тополь с проезжей части благополучно был сдвинут к мусорным бакам. Уже в ближайшее время его и вовсе уберут с территории. Администрация проводит работы по обрезке деревьев, в том числе удалению полностью деревьев. Работы эти до сих пор продолжаются. В любом случае жители в таких ситуациях, все-таки, конечно, кроме как в администрацию, жители, наверное, больше никуда не обратятся. На данный момент вопрос по спилу и обрезке деревьев в Канске – один из самых важных. Работы ведутся в основном по центральным улицам города. При этом местные власти обещают незамедлительно отреагировать в случае подобной аварийной ситуации. С проблемой горожане могут обращаться по номеру телефона 354-00.